Не только загорать на пляже и принимать процедуры в санатории, но и больше двигаться. А теперь Татьяна Иванова с палками для скандинавской ходьбы выходит на Теренкур каждый день. Я благодарна специалистам, которые мне прописали дозированную ходьбу, потому что во время прогулок можно наслаждаться прекрасными видами Черноморского побережья, а также зелёным парком. Заряд бодрости и энергии – это то, что нужно для отпуска. Ежедневные прогулки по 30 минут туристки из Челябинска прописали в санатории «Металлург». Вздравнице считают дозированную ходьбу самым полезным и безопасным методом оздоровления. В санатории разработали несколько маршрутов ходьбы по Теренкуру в зависимости от заболевания и общего состояния организма. Ходьба показана всем. Противпоказаний на неё нет. Единственное правильное назначение и правильное выполнение назначений. Мы нашим отдыхающим советуем спускаться на городской Теренкур, назначаем количество шагов, количество времени для прохода. Теперь такие прогулки прописывают все санатории, которые находятся недалеко от Теренкура, от Мацесты до Центрального стадиона. Тропу здоровья проложили ещё в 30-х годах прошлого века. Тогда маршрут был весьма популярен, как один из способов санаторно-курортного лечения. Сегодня традиция возвращается. На тропе всё чаще можно встретить и сочинцев. Одни бегают, другие просто гуляют, третий наслаждаются морем и чистым воздухом. Вот этому парню, его зовут Клод Мане, попросту Моне, два с половиной года. Вот два года мы гуляем по этому Теренкуру и очень радуемся. Много слышали от знакомых, ни разу сюда не доходили. Сегодня прошлись полностью до конца и обратно. Очень красиво, поют птицы. Видно, что очень старые красивые деревья. Магнолии, пальмы, всё очень здорово. Природа – это ещё один фактор, который позитивно влияет на физическое и психологическое здоровье человека. Тропа здоровья – это 4,5 километра вдоль побережья. С одной стороны – таинственный лес, с другой – бескрайнее море. Этот комплекс представляет собой дендрологическую шкатулку. Потому что такое количество субтопических растений, которые представлены здесь в своём первозданном виде, включая, вот сейчас мы находимся в аллее Магнолий. Есть аллея лип, совершенно потрясающих. Есть аллея грабов, аллея дубов. И всё это можно по мере прогулки и вот этого желания общаться с природой получить. Это живой комплекс. И этот комплекс является частью вот этого механизма восстановления здоровья. Уже скоро Теренкур станет ещё длиннее. Его планируют соединить со Старой Мацестой. Там в прошлом году отремонтировали 500-метровую прогулочную зону вдоль реки. На очереди ещё такой же участок набережной. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.